Я могу узнать по какому поводу вы снимаете? По поводу забора, а что? А забора вы откуда? Новый регион. А? Новый регион. Новый регион это программа или что? У вас разрешение есть на это дело? А у вас есть разрешение? У меня спрашивают. А у нас есть все, все документы есть. А вы кто? А я просто представитель дома. Вот и представьте, кто вы, фамилия. У нас все документы есть. Фамилию покажите. Не хочу. Вы что меня снимаете? Вы что, совсем что ли? Руки-то убери. Камеру убери. Руки убери. Камеру убери. Руки убери. Убери камеру. Не буду я ничего убирать. Новый регион. Ну что ты говоришь? Да. Какой ты умный. И что? Я не умный. Просто не надо снимать то, что не положено снимать. Положено, не положено. Это у тебя дома, понял? Да, да. Тоже ругаться будет. Будем. Свободен. Вам забор это чем мешает? Ну, всем абсолютно мешает. Лично мне, как мамочке. Мы живем не в загородном доме, где, знаете, все огорождаются заборами высокими. Мы живем в многоквартирном доме. Имеем право на доступ к любым социальным объектам. Это садик, это школа. Мы специально вчера прошли этот маршрут. Как бы мы ходили до садика и как будем ходить, если бы не было. Забор, если бы его построить. Да. Это получается, мы пойдем в обход по улице. По улице Новгородцевой, где нет пешеходных дорожек. То есть мы шли на коляске и на дороге. Либо по Сиреневому бульвару. Это тоже обход на полкилометра больше. Если хорошо, то садика можно будет дойти. А как будут ходить дети в школу? Забор, который пригождает путь к этой школе напрямую. А кто вообще придумал его строить? Ну, я так считаю, что это все-таки правление дома Новгородцевой 25. Потому что они выступили инициативной группой и возвели его буквально за два дня. Они не возвели пока, свайдерку поставили. А почему вы коллективное заявление в прокуратуру не напишете, например, по этому поводу? Мы как раз ведем вопросы в этом направлении, но у них дела решаются гораздо быстрее. В первую очередь возмущает то, что у нас двозной проход, который перегораживает нам дорогу к школе. Не к одной, к школе. То есть у нас три школы. И дорога вот в эту сторону у нас, как бы, получается, самая безопасная в плане дорожных происшествий. Представляете, что зимой делают с тротуарами? Все завалено и убирают очень редко. А когда убирают, получаются бугры. И те же такие побегут по гололеду, да, ну, по скользкому. Ну, очень, как бы, это опасно все-таки. Жильцы дома 14, 16 и 18 собрались на собрание, такой стихийный митинг. Сделали, значит, обращение, заявление главе администрации Кировского района. Сделали, значит, много подписей на этом заявлении собрали. Я попросил их одно единственное. Оставьте нам калиточку, потому что и ваши дети, и наши дети в школу, ваши дети на детскую площадку ходят сюда. Пусть хотя бы люди воспользуются своим правом. На что мне, значит, сказали, что вашей ноги на нашей территории не будет, мы поставим забор.